Один самый простой способ, как улучшить свою жизнь значительно. Друзья, всех приветствую, с вами я, Ник. И сегодня мы поговорим на очень важную тему, которая в корне изменит вашу жизнь. Если вы примените это правило, эту методику в свою жизнь, то вы сразу же, буквально через месяц, почувствуете, насколько ваша жизнь изменилась, и она просто засияет красками. Сегодня мы поговорим про, пожалуй, самую яркую часть нашей жизни, про самую эмоциональную. Ну, в общем-то, мы поговорим про эмоции. Потому что, в принципе, нашу жизнь красит эмоции. И если мы хотим улучшить нашу жизнь напрямую, то нам нужно задуматься о том, куда мы тратим эти эмоции. Сейчас я вам расскажу проблему. Проблема заключается в том, что средства массовой информации сейчас и просто мир так построен, чтобы высосать из вас, из меня эмоции. Максимально настроен на то, чтобы достать из них нас и пользоваться в своих целях. Будь то война, будь то другие инфоповоды. Я не называю войну инфоповодом, но так или иначе, это забирает у людей огромное количество эмоций. И это большая проблема в современные дни, потому что люди без эмоций, в принципе, они никто. Люди без эмоций, они обычные животные и не представляют из себя никакой ценности. Жизнь людей без эмоций, она не окрашена. И жизнь людей без эмоций, в принципе, является пустышкой каковой. Потому что она не является особенной. Так вот, сейчас я поговорю вам про то, как распределять свои эмоции. Как не терять их на пустую ерунду. Как не быть рабом эмоций. Это очень важно, друзья. Запомните это выражение. Не быть рабом эмоций. Потому что в современном мире, не знаю, конечно, проценты, но я думаю, большинство, думаю, 80 людей являются рабами своих эмоций и просто им служат. Они вынуждены им служить. Они вынуждены исполнять их приказы и жить по им принципам. То есть не они вольны делать то, что они хотят. Они находятся в тюрьме эмоций. Они находятся в заточении и они вынуждены идти туда, куда им скажут их эмоции. Так вот, друзья, сегодня я вам помогу с тем, как не быть заложником своих эмоций. Как выйти из этого порочного круга эмоций и, наконец-то, быть хозяином своей жизни. Диктовать свои правила и решать, куда распределять свои эмоции. Мы начинаем. Как я уже сказал в начале, весь мир пытается забрать у нас эмоции. У каждого задача покидеть наши эмоции. У абсолютно всего. Посмотрите на телевизор, посмотрите на радио, посмотрите просто на принципы человека вокруг. То есть как люди общаются, они нацелены на то, чтобы забрать ваши эмоции. Это совсем неплохо отдавать свои эмоции. И как бы дружеские отношения, любовные отношения, они как раз-таки строятся на отдаче и принятии эмоций. Это абсолютно нормально. В этом и смысл. Не смысл, но в этом и одна из важных сутей взаимоотношений людей. Когда вы обмениваетесь своими эмоциями, тем самым становитесь гораздо ближе и ваши связи становятся гораздо ближе. Но скажите мне, для чего вам отдавать эмоции безвозвратно? Мы разобрали, что в дружеских отношениях, в отношениях с девушкой, с парнем, вы обмениваетесь эмоциями. Вы отдаете что-то и получаете взамен. Но какой смысл вам лишь отдавать? Какой смысл в том, чтобы лишь отдавать свои эмоции и не получать ничего взамен? Стоят ли такие отношения вообще смысла? И наполнены ли они им? Я сейчас говорю не про конкретное отношение парня с девушкой. Я говорю про отношения людей со средствами массовой информации. Потому что как раз таки в большинстве люди теряют свои эмоции и становятся пустыми во время как раз таки коммуникации с этими ребятами. Во время того, как вы просматриваете какие-то новости, скорее всего, они либо супер ужасные, либо супер хорошие. Вы теряете свои эмоции. Вы расплескиваетесь ими и просто налево и направо. А потом сидите опустошенными, не можете дать ничего своему супруге. Не можете никак коммуницировать с друзьями. Потому что у вас просто нет этих эмоций. Друзья дают вам эмоции, а вам нечего дать взамен. У вас просто ничего нет, потому что вы опустошены от средств массовой информации. Но опять-таки очень важно. Не думайте, что я против информации. Я не против того, чтобы люди были умными. Я не против того, чтобы люди были осведомленными и подкованы в каких-то областях. Но я явно против того, чтобы это порабощало людей. Чтобы люди в погонях за информацией порабощали себя путем отдачи эмоций. Потому что вот этот бесконечный круг, когда я захожу в ленту, в телеграм, начинаю что-то читать. И каждая новость вызывает у меня какой-то всплеск эмоций. Я просто их отдаю и не получаю ничего взамен. Получаю знания. Вы как бы... Да, вы становитесь умнее, безусловно. Но, во-первых, это дневные знания. Ну, словно, сегодня что-то произошло, завтра вы уже про это забыли. А эмоции ушли. Вы не смогли их дать своему другу. После чего у вас будут проблемы с другом. Друг вам отдает эмоции, но не получает взамен. Конечно же, ему такие отношения не нужны. И как раз таки в этом и проблема. Как ее решить? Вам просто, на самом деле, не нужно никак именно бороть себя. Вам нужно понять это осознание. Вам нужно осознать то, что, в принципе, вами манипулируют. Путем эмоций вас очень легко контролировать. Вы становитесь беззащитны. Поэтому, друзья, каждый раз, когда вы понимаете, что сейчас вас будут провоцировать на эмоции, будь то какой-то инфоповод, либо же просто просмотр фильма, да, понимайте, когда вы хотите отдавать свои эмоции, когда вы эмоции хотите сберечь на что-то другое. Потому что это крайне важно, друзья. Если вы будете разбрасываться, опять же, повторюсь, эмоциями направо-налево, вам не хватит на все сферы жизни, и вы будете чувствовать себя, опять-таки, никчемным и опустошенным. Еще раз, как контролировать свои эмоции? Во-первых, подумайте, нужны ли вам такие забавы, как лента телеграм, телевизор, радио, какие-то тупые новости, тупые мемы, тикток. Нужно ли вам это? Действительно ли вы хотите сделать акцент на это, нежели провести и отдать свои эмоции с девушкой? Или пойти с другом, пообщаться с ним, обменяться эмоциями, наполниться, наполниться энергией друга? Неужели вы хотите пренебречь этим и посмотреть тикток, посмеяться? Неужели вы хотите пренебречь общением с другом и пойти почитать новости? Я не говорю, опять-таки, что новости это плохо, новости это не плохо, но если вы тратите на их эмоции, это ужасно. Вы просто отдаете свою жизнь другим людям. Друзья, пожалуйста, задумайтесь об этом и всегда помните, что вами всегда пытаются манипулировать. Все хотят, чтобы вы были их рабами, и все хотят, чтобы вы служили именно им. Подумайте, хотите ли вы этого. С вами был Ник, всем хорошего дня. Пишите, какое видео вы бы хотели, чтобы я снял. Мне будет очень интересно почитать. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok